Мы начали наш маршрут к Бадукским озерам. Я вам расскажу потом позже, сколько вообще все это занимает маршрут этот дневной. Я расскажу вам, как мы начали, чем все это закончится. У нас, значит, на маршруте Костя, 3 года человеку, Ян, человеку 6 лет. Анастасия, возраст не указан. Ну и, собственно говоря, я. Меня вы знаете, я думаю, уже. Включил свои гармены, будем смотреть, сколько у нас чего получится. Так, и время у нас без 10.12 сейчас. Высота 1460 метров. После Архиза мы отправляемся в Дамбай. Маршрут недолгий. Около двух с половиной часов на автомобиле по горным дорогам. Сам путь этот потрясает и восхищает. Дорога петляет вдоль горных рек и проходит через самые невероятные пейзажи Карачаевой Черкесии. Наш маршрут лежит через Тибердинский государственный природный биосферный заповедник. Вот такое длинное название. И в этой первой части про Дамбай мы отправимся его исследовать. Нет, стоп. Здесь я сделаю замечание сам себе. Весь его мы не посмотрим. Здесь 110 тысяч гектар площади, 180 озер, 290 видов животных и 1200 видов растений. Но мы отправимся к группе горных озер, расположенных в верховьях реки Бадук. На маршруте, мне кажется, невозможно потеряться, потому что тропа достаточно так отчетливо видна. Видите, вот такие везде метки. По меткам спокойно ориентируешься, даже дети у меня ориентируются. И много поваленных деревьев. Видите, раз, два. Здесь пилено, чтобы не мешались. Но идти приходится подниматься как по лестнице, по корням и камням. Это самое начало пути. Но есть здесь и лавочки. Вот такие деревянные. Очень красиво. Очень красиво. Этот маршрут ведет к Бадукским озерам, самым известным озерам заповедника. Он займет у вас 6 часов, чтобы дойти и вернуться. Сам маршрут не тяжелый и подойдет неподготовленному туристу. Рапортирую. У меня прошел час. Я, значит, прошел 1300 метров. И у меня показывает Garmin 1500 высота. То есть поднялся всего ничего. Но на самом деле, мне кажется, что часы мои высотомер врет, потому что я вижу речку уже так существенно внизу. То есть я думаю, что я поднялся выше, но часы меряют какую-то высоту. Нигде я нахожусь, а вот что-то между. Я уже переодел шорты. Одни шорты поменял на свои веселенькие шорты. Мне очень жарко. То есть я поднимаюсь, люди идут в некоторых спортивных костюмах. Я не знаю, как они это делают. Я бы все себя снял бы и шел бы просто тут голышом. Иду до озер. Там шезлонги, конечно. Мохито. Я лягу там на шезлонги себе на озере горном. И буду подтягивать мохито. Вот такой у меня план. Самотропа к озерам ведет через хвойный лес. И где-то через 1 километр от старта выходит к реке. Когда будете подниматься к озерам по тропе, а вы будете подниматься. Перепад высот составит 600 метров. Субтитры сделал DimaTorzok Через 1800 метров нас ждет еще один мост, уже не под весной. И тут мы переходим через речку и уже идем по другой стороне. Небольшой привальчик с лавочками. Ребята сидят. Там кто перекусывает, кто отдыхает. Я вышел из леса на каменную долину. Судя по всему, что поменялось у меня тут природа. Скоро меня что-то ждет интересное. 3 километра я прошел. 3 километра 40 метров. 2 часа. Я сейчас скажу вам. 2 часа и высота 1843. Поднялся я на 519 метров. 3 километра 100 метров я прошел. 1855 метров высота. И поднялся на 540 метров. Здесь находится первое озеро. Конечно же я искупался. Кстати, немного людей купается. Всего купался я. Еще одна девушка. Это вот кого я видел. Представьте, что некогда здешние ущелья Хаджибей и Бадук были заселены аланскими племенами. Было это в 5-8 веках. И озер здесь тогда не было. Сейчас же здесь более полутора сотен озер. И большинство из них находится на высоте выше 2000 метров. Озера здесь образуются на месте недавно растаявших или вблизи существующих ледников. Так в принципе возникает большинство современных озер. При температуре воздуха в 20 градусов температура воды около 7. Если вам захочется здесь порыбачить, то удочку брать не стоит. Рыб ни в одном из озер нет. Несколько насущных вопросов, которые могут у вас возникнуть, если вы только собираетесь приехать и посмотреть, допустим, озера. В чем идти? Ребята, вот посмотрите на меня, в чем я иду. Да? То есть это кроссовки спортивные, беговые. Что-то там сверхъестественное не надо. Я видел даже ребят, девочек, которые в шлепках шли. Как бы, come on guys, но можно и в шлепках, понимаете? Если не торопиться, не хардкорить, в принципе, тропа под силу всем. Я видел как бы и с ребятами, и с детьми. Я своих оставил внизу, потому что у меня одному три года, ему еще тяжеловато. А вот в принципе, если 5-6 лет, дети могут пройти этот маршрут. Обязательно с собой берите воду. Ну, как бы многие набирают из озер прям. Вода шлепниковая. Что касается комаров и всякой вот этой нечисти летающей. Ребята, не пшикался ничем. Никаких аэрозолей, спреев не брал. Никто меня не покусал. Все абсолютно нормально. В Архизе, кстати, позавчера тоже. Пошел я, ничего не брал. Никаких аэрозолей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok